И знаете, что еще очень неприятно, когда люди пишут о том, что ДНР и ЛНР уже это происходит в течение 8 лет, и мы за них не заступались. Так вот, население, которое переехало с ДНР и ЛНР в Украину, знает правду. Самую настоящую правду. О том, что русские напали на нас, опять-таки, миротворцы, под предлогом, что они будут защищать дончаней. От чего защищать? Непонятно. Если вы знаете историю о том, как Россия хотела забрать Абхазию, если вы знаете, что Россия делала с Приднестровьем, хотя все очень красиво завуалировано, и что Россия делала с Чечнёй в своё время, вы знаете, что эти миротворцы никогда ничего хорошего не делают. У них нет, на самом деле, никакой миссии, кроме того, чтобы убить мирных жителей. Так вот, о чём это я. Когда вам, украинцы, пишут ДНР, в основном, это пишут не дончане, это пишут какие-то русские боты, какие-то русские продажные крысы о том, что вот мы только сейчас схватились за свои задницы и начали нервничать, а все эти 8 лет молчали. Так вот, мы не молчали. Мы никогда не молчали. К примеру, я знаю как минимум 15 семей, действительно. Да, 15 семей, которые отправляли постоянно деньги в Луганск и Донецк в поддержку нашей армии, которая защищала вас же, вас же защищала. Вы вообще можете себе придумать то, чтобы украинец, вообще любая какая-то страна нападала же на своих жителей? Это же даже глупо звучит, это нереально, это просто, не знаю, это чертовщина какая-то. Это просто извращение. Но русские этому верят, и это понятно. Также, когда Россия уже попала на территорию Донецка в 2014 году, уже произошла огромная пропаганда. Также русские военные обманывали обычных мирных жителей, переодеваясь в униформы наших же убитых солдатов, притворяясь в СУ, то есть нашей армии, украинской армии. И, естественно, они же в этих формах стреляли в мирных жителей. Естественно, это сыграло очень важную роль в этой всей истории, потому что люди попали под волну пропаганды и начали верить в то, что действительно Россия защищает их. А также я вам расскажу одну тайну. Когда приезжают автобусы «Единая Россия» с гуманитарной помощью, там нет никакой практически гуманитарной помощи, там одно оружие. Я даже не могу подсчитать, сколько украинских солдатов умерло там. Это очень страшно, это огромная цифра. И дончане до сих пор думают, что мы их стреляли, мы их убивали. Вы подумайте над этим. Пожалуйста, это же вся пропаганда с Россией. Вы знаете, что Россия имеет такое влияние над своей же страной, потому что все русские промытые. Но раз не все, то процентов 95. И даже многие мои знакомые, родственники не верят в то, что у нас происходит. И они говорят, это не война, это спецоперация, они вас спасут. Они меня не спасут, они никого не спасают, они стреляют в нас. Задумайтесь.